Привет всем! У меня есть ровно 5 минут, чтобы рассказать вам о том, как можно в программе Cinema 4D сделать вот такой вот интересный пазл эффект. Начнем мы с того, чтобы достать вот такие вот интересные замкнутые контуры из самих отдельных паззлов. Контуры можно достать из различных плагинов. Это первый плагин для программы Adobe Photoshop, AV Puzzle Pro. Он хоть и для Photoshop, но там есть функция экспорта путей для программы Adobe Illustrator. Есть еще плагин для CorelDRAW Jaxo Puzzle Critter. С помощью него тоже можно создавать такие вот паззловые сетки и экспортировать их в файл Adobe Illustrator. Мы воспользуемся уже готовой сеточкой. Тут у нас есть 8 штук уже готовых вот таких вот паззловых сеток. Итак, откроем их в Illustrator и скопируем вот эту вот одну нашу в новый документ. Создадим новый документ, вставим и повернем ее на 90 градусов, вот так, чтобы было удобнее. И не снимая выделения, выберем инструмент Live Paint Bucket. Дважды по нему кликнем. Paint Fills, Paint Strokes, галочку нужно снять. Вот с этого параметра жмем ОК и выберем какой-нибудь свет поярче, чтобы было видно. И теперь вот заливаем вот эти вот замкнутые области, которые создаются между путями вот такой вот синей заливкой получается. Инструмент Live Paint, он создает контуры там, где пересекаются кривые различные. Вот в местах, вот в замкнутых местах он создает новые контуры. Вот сейчас мы вот создадим в местах пересечений новые контуры для наших паззлов. Так вот, готово. Не снимая выделения, идем в меню Object, Live Paint, Expand. Разбиваем теперь этот Live Paint объект. Заходим в меню Layers и смотрим, что у нас получилось. У нас получилось вот две группы. Старые контуры черные, которые вот были изначально, и новые синие. Вот старые черные нужно удалить, и новые синие разгруппировать. Вот эту группу Object, Ungroup, и снова то же самое Object, Ungroup. У нас получаются вот такие вот отдельные, видно, замкнутые контуры паззлов. Сохраняем этот файл. Заменим, у меня тут уже есть сохраненный, да. С версией Illustrator 8. Жмем ОК. Переходим в программу Cinema 4D. Создадим новый файл. В панели объектов File, Merge, Objects. Выберем наш путь. Открыть. Увеличим его в два раза. Вот Scale 2. ОК. И координаты мы ему выставим 0, 0. Чтобы он у нас стал в начале отчета координат. Итак, вот у нас есть 0 объектов с сгруппированными отдельными путями. Нужно их выдавить. Зажмем Alt и выберем инструмент Extrude NURBS. Поместим внутрь. И во вкладке Object выберем иерархический. У нас получается, что теперь вот так вот каждый контур выдавливается отдельно. Дальше что нужно сделать. Выделим Extrude NURBS. Идем в немограф. Зажмем Alt и добавим Fracture Object. У нас получается такой вот. Он будет разбивать у нас вот эти вот отдельные выдавленные контуры. Теперь переходим на Extrude NURBS. Objects Make Editable. Раскрываем их все. И смотрим, что у нас теперь каждый контур превратился в отдельный такой Extrude NURBS. Скроем вот эти вот три объекта. Нужно за этим Objects и Delete Without Children. Чтобы у нас Fracture Objects в нем находились только сами пути выдавленные через Extrude NURBS. Итак, скроем и добавим теперь MoGraph Formula Effector. Formula Effector в параметрах уберем Position и Scale. Уберем галочку Uniform Scale. И здесь, допустим, троечку добавим. И смотрите, что у нас теперь получается. У нас теперь выдавливается с течением времени. Дисплей и Constraint Shading. У нас вот такой вот интересный эффект получается. Дальше добавим материал File Shader DoneL. Теперь этот шейдер добавляем к нашему Fracture Objects и добавим свет. Света можно стянуть его чуть-чуть на минус 300 поближе к нам, поближе к камере. Поднимем вот так вверх и добавим ему тень. Смотрим, что получилось. Получилось примерно вот так. Продолжение следует...